Исследование ДНК в Беларуси широко начало проводиться в начале 90-х годов. Процесс становления проходил сразу в нескольких учреждениях. Путь оказался непростым. Наша страна была пионером среди других постсоветских по широте внедрения генетических методов исследования. С июля 2013 года в Беларуси функционирует Государственный комитет судебных экспертиз. Именно это ведомство собрало экспертов из разных учреждений под одной крышей. Подразделения, которые выполняют биологические и генетические экспертизы, это как бы такой срез Государственного комитета. У нас работают люди, которые пришли и из медицины, которые пришли из Министерства внутренних дел, из Министерства юстиции. И мы пытаемся тот потенциал, который люди накопили, вот работая отдельно, соединить в нашем экспертном учреждении с целью достижения наилучших результатов по исследованию ДНК. В настоящее время наши эксперты генетики могут похвастаться не только качеством, но и оперативностью проведения исследований. Безусловно, львиная доля ответственности за результат лежит на человеке. Однако многое зависит и от оборудования, и от наличия расходных материалов. Оборудование приобретается, реагенты закупаются. Но дорогостоящая, конечно, экспертиза ДНК. В год тратим несколько миллионов долларов на расходные материалы. Но все это окупается по результатам проведенных экспертиз, потому что генетическая идентификация преступника или неизвестного трупа – это фактически стопроцентная идентификация, и значимость экспертизы очень большая. За 11 месяцев 2017 года только Брестским областным управлением комитета было проведено порядка 2400 генетических экспертиз и исследований, как по постановлениям правоохранительных органов и иных заинтересованных ведомств, так и по обращениям граждан в частном порядке. Обеспечение отделов лаборатории хорошее. У нас стоит новый анализатор, достаточно новый анализатор, восьмикапиллярный, что позволяет увеличить объем исследований, качество проведенных экспертиз. Реагенты на выделение ДНК и реагенты для амплификации электрофореза высокого очень качества, что тоже позволяет сокращать и объем исследований, и получать высокие результаты. Высокий уровень, которого уже удалось достичь экспертам, совсем не повод останавливаться. Важную роль в деле совершенствования деятельности играет обучение сотрудников. Поделиться опытом, рассказать о новых направлениях и вместе найти ответы на существующие вопросы. Именно с такой целью проводятся научно-практические конференции, подобные состоявшиеся. В город над Бугом приехало порядка 40 специалистов со всей страны, а также иностранные гости. Они обсудили организацию судебно-экспертной деятельности на настоящем этапе, а также перспективное направление развития. Семинары – это действительно хороший повод собраться всем коллегам с регионов, услышать новые тенденции, которые и веяние привносят наши коллеги в республику, обменяться опытом. Опыт – это действительно то понятие, которое позволяет получать результаты. Поэтому мы очень довольны, что в этом году, это получается второй все-таки раз на самом деле, проводится в Брестской области семинар такого уровня. И всем сотрудникам нашего отдела предоставилась шикарная возможность быть участниками такого великолепного семинара.